Амурская служба новостей Новый тариф за свет начнет действовать в будущем году Областные новости Председатель Благовещенской Думы Владимир Кобелев сложил свои полномочия главы городского парламента Об этом решении стало известно на последнем в этом году очередном заседании Гордумы Владимир Кобелев заседал в Гордуме 10 лет с 2005 года 5 лет он провел в должности председателя городского парламента После окончания заседания Кобелев под прицелом видеокамер по просьбе нашей съемочной группы Снял с себя значок депутата Гордумы Поделился и своими планами Поступило предложение от губернатора Амурской области Александра Александровича Козлова Возглавить направление по информационной и внутренней политике в администрации губернатора правительства Амурской области Теперь уже бывший глава городского парламента переходит на должность зампреда правительства Амурской области Вместо Валерия Палатова, ушедшего на другую должность На новую работу экс-парламентарий выходит с 18 декабря 17 декабря прошло заседание суда о продлении срока заключения бывшего мэра Благовещенска Александра Мигули Следователи ходатайствовали о продлении срока меры пресечения Напомним, бывший городоначальник с 2004 по 2010 годы После отрешения от должности и возбуждения уголовного дела исчез и числился в федеральном розыске Был задержан в Липецкой области 12 мая текущего года Мигуля находится в городском СИЗО с 6 июля Теперь по решению суда срок продлили до 19 марта Мера пресечения осталась также без изменений Так как следствие не завершено, подробности дела не разглашаются Мигуля вину не признает Число заболеваний с альмонеллезом и кишечными инфекциями растет в областном центре Средний показатель этих заболеваний в Благовещенске выше, чем во всей области Сейчас Амурский Роспотребнадзор рекомендовал кулинарам и поварам отказаться от использования в блюдах сырых яиц 43 амурские семьи решили пригласить на новогодние праздники детей-сирот и детей без родительского попечения Акцию «Подари семью на Новый год» областное министерство защиты начало во всей области 10 ноября Следующий этап акции – четверг, 17 декабря Вероятнее всего число детей, которые смогут провести праздник в кругу семьи, еще вырастет 19 и 20 декабря в Благовещенске продолжится первенство города по хоккею с шайбой В грядущие выходные пройдет 4 матча В соревнованиях примут участие не только городские команды, но и игроки из Волково и Константиновки К слову, первенство стартовало в минувшие выходные Последняя игра сезона пройдет 3 апреля Еще одно спортивное событие уже дальневосточного масштаба пройдет в Благовещенске с 17 по 20 декабря Чемпионат и первенство ДФО по самбо Амурскую область на соревнованиях представляет 70 спортсменов Также в Благовещенск приехали самбисты из других регионов Дальнего Востока Победа в этих соревнованиях гарантирует путевку на общероссийский чемпионат У хора городского общества инвалидов юбилей За 10 лет родные напевы из небольшого коллектива 8 человек Сумели разрастись до полноценного хора Теперь вокалистов более 30 Секрет музыкального успеха и долголетия признают участники хора в грамотных руководителях Люди пожилые У каждого свое представление о жизни и о песнях А попробовать это же не с детьми И тем не менее все-таки хор стал народным наш Благодаря им и благодаря всему коллективу нашему Звание народного ансамбля русской песни «Родные напевы» получили 3 года назад За плечами у коллектива не один десяток выступлений А знают и любят хор не только за жизнелюбие, но и за особый репертуар Песни в основном патриотические Про родину, про нашу землю, про родной амурский край В основном это наша тематика И наш хор называется «Родные напевы» Мы здесь живем и мы должны восхвалять свой край, свой народ, свою малую родину Причем большинство песен собственного сочинения Музыку пишет художественный руководитель Александр Сергеевич Хандошко А над стихами трудится целый ряд авторов К делу подходят со всей душой По словам музыкантов, песня помогает сохранить бодрость духа Вот приходят, вы знаете, на репетицию стонут больные Попели песни, все уже уходит Даже некоторые тросточку забывают в обществе Я думаю, что это помогает людям выживать Потому что, знаете, как или сидеть в четырех стенах, или быть на людях Россия, Россия, Тайонские ширины Россия, Россия, Отчизна моя Новости России Счет за электричество вырастет в 2016 году у четверти россиян С 1 июля ведут дифференцирующий тариф для населения В зависимости от объемов потраченной электроэнергии будет и разная стоимость за киловатт Предполагается три диапазона Менее 150 киловатт часов, от 151 до 600 и более 600 В первую категорию попадает 73% населения страны Для них тариф станет немного дешевле Для второй категории, это 25% россиян, тариф вырастет на четверть А для третьей в половину Льготные категории граждан под повышение не попадут Индивидуальные предприниматели будут платить в пенсионный фонд на 900 рублей больше Сумма выросла после повышения минимального размера оплаты труда до 6204 рублей Сумма платежей для предпринимателей, в свою очередь, увеличилась до 23 тысяч рублей Те, чей доход за год не превышает 300 тысяч, должны заплатить новую сумму до конца 2016 года Платеж дохода свыше 300 тысяч рублей необходимо будет нести до 1 апреля 2017 года В случае просрочки будет начислена пеня Россияне стали вдвое меньше доверять новостям К такому выводу пришли исследователи Левада-центра Так, если в 2009 году новостям по телевидению доверяло 79% опрошенных То в 2015-м лишь 41% опрошенных Тем не менее, телевизор остается основным источником получения информации для 85% россиян Меньше жителей страны узнают новости от близких, из соцсетей, газет или радио Впрочем, уровень доверия снизился к большинству СМИ Новогодний стол в России стал дороже почти на треть Чтобы накрыть стол на праздник, россиянам придется в среднем раскошелиться на 6 тысяч рублей К такому выводу пришла Федеральная служба государственной статистики Посчитав сумму традиционной новогодней потребительской корзины, состоящей из 23 продуктов Кроме того, 63% россиян планируют сократить новогодний бюджет Экономить будут на подарках и деликатесах А на праздник собираются потратить в среднем 15-17 тысяч рублей Мировые новости Доказательства наличия поезда с золотом нацистов в одном из подземных тоннелей Близ польского города Валбжих пока нет Об этом сообщили ученые из Горно-металлургической академии Кракова Обследование места, где предположительно спрятали состав, продолжалось несколько месяцев Профессор Януш Мади представил полученные данные в наглядном виде А также показал для сравнения графику того, как бы выглядели под землей обычный и бронированный поезд На этом изображении видно то же самое? Нет Каков тогда вывод? Поезда нет, но я этого не говорил Ранее на предполагаемое местоположение поезда указали два охотника за сокровищами Петр Коппер и Андреас Рихтер Оба тоже пришли на пресс-конференцию Несмотря на заявления ученых, они не отказались от своей версии Более того, они говорят, что под землей не один, а два поезда Согласно нашему исследованию, поезд спрятан там Там также есть небольшой тоннель, который использовали для сокрытия так называемого штабного поезда В годы Второй мировой войны между Вродславом и Валбшихом Нацисты построили целую сеть подземных тоннелей и бункеров Согласно местной легенде, в 1945 году из Будапешта в Берлин Был отправлен бронированный поезд, состоящий из 24 вагонов Он был заполнен золотом, драгоценностями и ценными картинами Которые нацисты изъяли у венгерских евреев Однако до пункта назначения состав не доехал Согласно рассказам, его спрятали в одном из тоннелей близ Валбшиха Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!